Власти Украины готовят военное наступление на Донбассе. Киев стягивает к линии соприкосновения сторон танковую технику, артиллерию, авиацию и прочие силы. По данным ряда официальных лиц, масштабная война в регионе начнется в ближайшее время, и ВСУ планирует расправиться с противником одним мощным ударом. По информации волонтеров, перестрелки и огонь из минометов продолжаются практически каждый день. Украинские войска ведут, в частности, огонь из тяжелых артиллерийских установок, что запрещено Минскими соглашениями. На днях в Киеве приземлился очередной самолет с ранеными военнослужащими. В ДНР говорят об ударах ВСУ по беспилотникам миссии ОБСЕ, чтобы те не смогли отследить позиции украинских войск. Так, в приграничном городе Авдеевка находятся комплексы РЭП-305 отдельного батальона. Возле населенного пункта Зачатовка расположена батарея САУ «Акация». С территории всей страны в эти районы идет переброска бронетехники и живой силы. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров полагает, что ВСУ имеют численное преимущество перед ополчением. 95 тысяч солдат против 34 тысячи ополченцев. Однако у защитников больше боевой техники. 650 против 450 танков УВСУ, 260 систем залпового огня против 230 у украинской армии, а также пять сотен артиллерийских орудий. Все это позволяет ДНР надеяться на сохранение стратегического паритета. Кроме того, боевой дух гораздо выше у армии ополчения, бойцы которого надеются в худшей ситуации на поддержку от России.